В главных ролях Элисон Эрмитейш Майкл Орс Кристо Саулс Или Ди Денье Отряд Акапулько Слушай, Хэнк, прежде чем мы займемся этим, я должна тебя спросить Спрашивай Обещай, что не будешь сердиться Ты женат или нет? Или нет Ну ладно, скажи правду Женат? Нет, у меня даже нет постоянной девушки в данный момент Бедняжка И ты один на всем белом свете Настоящий сирота Пойдем Оно дешевое, но холодное Энджи Операция «Клуб убийств» Ты тоже с ней побежишь две мили? Пять С таким телом бегают минимум пять миль Она одержимая Пять миль? Она скорее сумасшедшая Может быть, немного безумия в моей жизни совсем не помешает Этого у тебя достаточно Вытри слюни Я тоже делаю пять миль, но так не выгляжу Вы Томми? А вы Кэт Мне сказали, что вы здесь Меня зовут Джон Брайт Оператор Людек Богнер Я друг Альберта Тримейла Вы служили вместе на заливе Там и получил эти колеса Чем могу быть полезен, мистер Брайт? Исчез мой племянник Хэнк Я хотел бы, чтобы вы его нашли Он моряк Да-да, моряк Отправился из Акапулька на остров Роберта шесть недель назад Симпатичный парень Почему вы думаете, что он исчез? Может, у него изменились планы, и он поплыл на другой остров? Он бы мне сообщил Он на меня работает, и у него есть обязательства У Хэнка неприятности, я знаю Какие неприятности, мистер Брайт? Он не балуется наркотиками, он не преступник Я сам за ним присматриваю, но путешествовать, как раньше, я теперь не могу Мне нужна ваша помощь, и я готов заплатить за нее Мы стоим недешево Цена подходящая Хорошо, мистер Брайт Посмотрим, что можно сделать Спасибо Спасибо Привет Привет Привет, автор сценария Генри Аккерман Неплохая яхта, ваша? Если бы Меня наняли помочь Режиссер Генри Сафран Я мою, а напарница полирует Если вы интересуетесь, можете мне помочь Да, но я плохой помощник, и вообще я ищу хозяина яхты Он приблизительно моего возраста, Хэнк Брайт Извините Вы полицейский? Нет, друг семьи Жаль, люблю полицейских Хотите, поиграем? Спасибо Может, в другой раз? Так что насчет ее хозяина? Он где-то здесь? Он в Европе Знаете, у меня дома есть наручники Вы можете арестовать меня, и я буду вашей пленницей Может, попозже Обещаете? Да, конечно Спасибо за помощь Всего доброго Пожалуйста Дружелюбный остров Роберта Департамент полиции И в неотложных случаях свяжитесь с баром Сэнди Да, вы меня нашли Я шеф полиции Чем могу быть полезен? Пропал человек Хэнк Брайт Вы его видели? Уверена, что ничего не захажете? Нет, спасибо Одно из удовольствий жизни А наш остров полон ими Да Ну что ж Хорошие новости в том, что мне неизвестно о каких-либо неприятностях у Хэнка Брайта Плохие новости, я боюсь, что если они у него и есть, я вряд ли смогу что-то для вас сделать, только внимательно наблюдать за происходящим А нельзя послать людей проверить в городе? К сожалению, на таком довольно большом острове силы у нас очень ограничены Мы просто не в состоянии организовать поиск А если бы это и сделали, то инфраструктура острова не развита Здесь нет дорог и вообще один только океан И ничего больше Хорошо Но вы не возражаете, если я сам поспрашиваю и проверю? Отнюдь Скажите, чем вы занимаетесь, когда не оказываете услугу другу? Занимаюсь розничной торговлей, у меня в Мексике небольшой магазинчик Спасибо за помощь, лейтенант А где вы остановились на острове, на случай, если появится мистер Брайт? Кабана Шорс Смею надеяться, что вы не думаете о нашем безразличии к вашей проблеме Понимаете, у нас не только не хватает персонала, но нам также очень мало платят Похоже, у вас лично все в порядке Да, это правда Правда Пока ничего, его яхта все еще здесь, но никто не знает, где он Никто Мы можем что-то сделать? Да, пусть Джоанна выяснит, что сможет относительно острова и проверит Майкла Брилла и Бобби Мина Брилл американец, рост 5 футов, 9 дюймов, около 50, вес 170, 171, темные волосы, разговаривает как ковбой с дипломом Мина, я пока не встречал Сделаем Так в чем там дело? Не знаю, может, ни в чем Брилл полицейский с деньгами, а Мин... Похоже, это главный босс на острове Тебе там одному не трудно? Все в порядке Дверь открыта Послушай, передай привет Николь, а Джоанне скажи, чтобы связалась со мной Пока Не говори мне, что у тебя есть семья Друзья Прекрасно Это моя напарница Терри, она занимается полировкой Мы не помешали? У тебя здесь никого нет? Нет Как вы меня нашли? Это маленький остров Я подумала, пусть Терри посмотрит фотографию твоего друга, может, она его узнает Да, конечно У тебя есть что-нибудь выпить? Да, мини-бар там, угощайтесь Можно я возьму белого вина? Да, конечно А ты что-нибудь хочешь? От пива не откажусь Роберт, Бобби, Мин, 29 лет, родился в Сайгоне Мать, Мэй Ли Мин, содержательница борделя, торговка опиумом, умерла Отец, Сэмюэль Коннерд, гражданин США, Чикагский университет Атташе по культуре американского посольства в Сайгоне Папочка был шпионом, тоже умер Я ждала Да Нет, ответа не было Что? Я же сказала, ответа не было Что? Какого черта, откуда мне знать? Они хотят знать, может, у них телефон не исправен Извините, повторите, пожалуйста Хорошо Он в беде Откуда ты знаешь? Все его вещи в комнате, и он не собирался выезжать Горничные говорят, он не ночевался вчерашнего дня, если, конечно, не застелил кровать сам И с телефоном все в порядке Томми в жизни свою постель не застилал, точно Бобби Мин, человек многих талантов Согласно данным Интерпола, был главным подозреваемым во многих делах по отмыванию денег в Европе и в Карибском бассейне Вышел в отставку в 26 лет и купил себе остров Сан-Цесиль, который переименовал в свою честь Остров Роберта Ты сказала, много талантов, деньги, один из них А еще? Посмотрим Был членом команды лучников, но случайно, это подчеркивается, убил коллегу по команде Черный поезд Тэквондо Играет на старинной флейте Что значит, это подчеркивается? Это был несчастный случай на охоте В день открытия сезона, никаких свидетелей? Что-нибудь еще? Он филантроп Когда он купил остров Сан-Цесиль Это было жалкое местечко Он построил школу, больницу, отель Кабана-Бич Что насчет полицейского брела? Пока ничего Что ты думаешь? Думаю, надо посетить остров Роберта Нам нужна виза или еще что-нибудь Возможно, маршрут бегства Посмотрите Что это? Наконечник от шприца Чем могу помочь, леди? Здесь была яхта Год Дракона Вы знаете, что с ней случилось? А кто хочет знать? Я Она принадлежит моему брату Вообще-то он мой сводный брат Он симпатичный парень с темными волнистыми волосами Примерно такого роста, да? Нет У Хэнка темные волосы Но короткая стрижка По крайней мере, была, когда я его видела Мои сестры Неужели? А вы тогда его девушка? Да? Невеста Так вы видели Хэнка? Я могу сказать вам то, что говорил другому парню Десять дней назад Другому парню? Да Он был такого роста, русый, симпатичный Да, да, тот самый А что случилось с его яхтой? Моей яхтой Вашей? Вы же сказали, что вы его невеста Мы доверяем друг другу и делимся Они пришли за ней вчера приблизительно в это же время Кто пришел? Как это кто? Ребята, Бобби Мина Я сказал вашему жениху, когда он причалил сюда, что стоянка оплачивается понедельно с трехдневным дополнительным периодом Вчера был последний день Показать вам копию контракта? Мы вам верим? Значит, яхта у Бобби Мина? Да Я бы хотела поговорить с ним Это не так просто Он очень замкнутый человек Если вы хотите поговорить с Бобби, вам нужно пойти в его поместье на побережье Но у вас должно быть приглашение А иначе вы не сможете это сделать А как нам его получить? Единственный известный мне человек, который мог бы помочь, это лейтенант Брилл Он шеф нашей полиции, она вон там Может тебе лучше остаться в гостинице? Ни за что, я член команды И одна из сводных сестер, помните, мы родственники, она права Хорошо Но как нам все это обыграть? Сказать правду Мы ищем брата и его яхту Мою Это не твоя яхта А чья? Да Давай попробуем Лейтенант Брилл? Субтитры сделал DimaTorzok Пошли, пошли. Где я? Ты теперь с нами, и нам нужно двигаться. Что? Хэнк Брайт? Да, мы знакомы? Да, меня наняли тебя искать. Ты меня нашел? Что дальше? Ну ладно, ладно. Послушайте, я поведу их сюда, а вы идите туда. Хорошо, иди. Куда это он? Он может бежать быстрее нас. Он может бежать быстрее нас. Отрежь ему ухо. Я возвращаюсь на виллу. Как все это произошло? Не знаю. В баре с Энди я познакомился с девушкой. Она спросила, не хочу ли я повеселиться. Блондинку по имени Энджи? Да. Не успел я оглянуться, как очнулся уже здесь. Меня нашли Эдди и его приятель. Саймон. Почти так же, как тебе. Выглядит, как колотая рана. Стрела? Парни с собаками пользуются луками и стрелами. Что? Здесь охотничий заповедник. Примерно в миле отсюда забор. Стражевые собаки, острая проволока и все такое. Что случилось с Саймоном? Они его убили. Три дня назад. Ладно. Ладно. Нужно идти. Пошли, пошли. Нет, я не могу. Нога. Послушай, речь не о твоей ноге. Речь о твоей жизни. Пошли. 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 Я не вижу Томми. Он где-то здесь. Устраивайтесь поудобнее. Я найду мистер Мину и вернусь. Было бы здорово иметь такое ранчо. Нет, за грязные дела придется расплачиваться. Ну вот. И потом бассейн слишком маленький. Ты так думаешь? Или дом слишком большой. Слишком большой и не того цвета. И ведь не такой уж хороший. Ну ладно, ладно, достаточно. Большой дом, маленький бассейн, красивые люди, веселяющиеся под солнцем. Ненавижу это. Не все веселятся. Почему они в пиджаках в такую жару? Потому что у них оружие. Не всем гостям нравится на него смотреть. Добро пожаловать. Я Бобби Мин. Вы ищете своего сводного брата Хэнка? Да. Вы знаете, где он? Боюсь, что нет. Тут его еще один человек ищет. Возможно, вы захотите с ним побеседовать? Ты случайно не видел Томми, когда он пришел? Нет. Возможно, он бродит где-то по поместью. Наверное, ему понравились собачьи вольеры. Собаке моя новая страсть. Держи руку прямо. Стрельба из лука тоже моя страсть. Но вы это уже знали. Откуда нам это знать? Я подумал, лейтенант Брилл рассказал вам кое-что. Где Томми? Что с ним? В данный момент я не знаю. Пройдет время, пока его обнаружат. А пока мне нужно пополнить запасы. О чем вы говорите? Сюда, пожалуйста. Вы не единственные люди с компьютерами. Когда кто-то проводит поиск моих файлов, я хочу знать, кто это. И почему это делается. Попробуйте отдохнуть. Вам это понадобится. Уймите своих собак. Вы к ним привыкнете, поверьте мне. Завтра в это время вы не будете их слушать. Вы будете от них бегать. Доброе утро, леди. Я человек спортивный, а потому даю вам фору на старте. 30 минут. Что вы имеете в виду? На каком еще старте? Скажите ей, как это называется? Не волнуйся. Что происходит? Это называется самая опасная игра. Очень хорошо. У вас есть 30 минут. Предлагаю вам ими воспользоваться. Продолжение следует... Там пять целей Вы должны их найти и погнать на меня, а не мои Вы будете в них стрелять, только если они попытаются покинуть остров Для тех, кто лучше выполнит работу, будут специальные призы Нам нужен план Это серьезно Нужно найти что-нибудь острое Камни, палки, что угодно Слышите? Да, но у нас все еще есть несколько минут Я имею в виду океан, пойдемте к пляжу Может, что-нибудь выбросило на берег Здесь ничего нет Хороший план Привет, Тигр Кэт, Николь, это Хэнк Привет Надо полагать, вы в курсе дел Да, мы собачий корм Пойдемте на пляж, если у вас нет другой идеи Есть, пошли Умница Хорошая собака Послушный, умный мальчик Молодец Молодец Главное не бежать Постараюсь запомнить Я ищу хору Постараюсь запомнить Я ищу хору Движер Удом Субтитры делал DimaTorzok Томми! Эта игра не моя. Вставай. Пошли. Похоже, я нашел достойного противника. Хорошие приходят к тому, кто умеет ждать. Второй говорит первый, ответьте. Второй говорит первый, ответьте. Второй говорит первый. У второго неприятности, а у тебя первый? Томми, это ты? Томми, поздравляю. Я представления не имел, что у тебя такие способности. Где ты сейчас? Прямо за тобой. Ты один? В данный момент нет. Я тоже. Но буду. Если ты настолько хорош, я тоже постараюсь. Правила изменились. Теперь их можно убивать. Понял, я все сейчас же проверю. Ладно, попробуем взять их живыми. Дай мне неделю, и я отгадаю, зачем. Они могут сказать, какие устройства безопасности мин используют в поместье. Вы двое остаетесь здесь. И не делай ничего, чего бы ни сделал я. Я? Да, ты. Как твоя нога? Нормально. Можно я тебе что-то скажу? Конечно. Я рада, что ты не убил его. Я хотел, но не смог. Не знаю, почему. Именно поэтому я рада. Кэт, Кэт. Боюсь, мы уже не узнаем, как здесь происходит. Здесь организована охрана. Дымовые шашки и петарды. Дымовые шашки и петарды. Дымовые шашки и петарды. Останься. Сними свои очки. Можно спросить, зачем. Хочу видеть твои глаза. Мы потеряли контакт с заповедником. Интересно. Рад, что ты так считаешь. Имеешь представление, сколько времени у нас осталось? Я бы сказал, немного. Присмотри за людьми. Если понадоблюсь, я буду наверху. До тактора в движении нет. Здесь слишком много естественных движений. У него должны быть камеры наблюдения. И комната управления. Он должен быть там. Ну ладно. Мы с Джоанной пойдем вырубим электричество. Вы с Николь займите позиции. Как только вырубим электричество, начнем. Выйдите под прикрытием дымовых шашек и петард. Если мы не вернемся, отправляйтесь на пляж. Все готовы? Хорошо. Я проверю пункт 7. Передохни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Прекрасная работа. Не говори. Ты хочешь, чтобы я осталась здесь? Не здесь. Вон там. И не спорь со мной. Я не спорю. Зачем мне спорить? Я важный член команды. И моя задача охранять этого бандита, пока ты не вернешься. Можешь его привести в сознание, если хочешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА